Враг бьет именно в болевые точки. Именно в болевые точки. Сатана очень хорошо знает каждого из нас. Возможно, даже лучше, чем мы сами себя знаем. Он прекрасно понимает, какие у нас с вами слабые места. А слабые места у всех разные. У каждого из нас свои слабые места. Они могут быть большого спектра. Похоть, неуверенность в себе, недостаточное, знаете, сыновство проявленное. Какая-нибудь отверженность древняя. Вроде бы избавился от нее, но где-то она берет и вылазит. Депрессия, слабость к алкоголю, склонность привирать, преувеличивать где-то. И он терпеливо выжидает и в подходящие моменты бьет в слабое место. Бьет именно в это слабое место. Именно в это слабое место. Если, допустим, у вас нет и никогда не было каких-либо пристрастий к наркотикам, естественно, он не будет вас искушать наркотиками. Он знает, чем искушать лично вас. Он знает сладкую для вашей плоти и для вашей прошлой жизни вещь, на которую вы можете купиться в моменты слабости. Давайте посмотрим по нарастающей, как это происходит. Он знает ваши слабые места. Либо алкоголь, либо порнография, либо еще что-то. И приходит непростая ситуация. И жизнь немила. И здесь, в этой ситуации, мы вдруг находим свою нерадость в Господе, не бежим к Господу, не идем в хвалу, в другие победоносные моменты того, как мы можем победить во время духовных атак. А мы поймали такое самосожаление, думаем, ну как же так, я вот такой вот служитель Божий, люблю Господа, и все равно все плохо. И здесь враг пытается в болевую точку ударить. В болевую точку. Кто-то именно в этот момент, после того, как он годами не употреблял алкоголь, может употребить алкоголь, наркотики. Кто-то нырнуть в порнографию и прочие вещи. Друзья, это действительно, знаете, вот сейчас это очень серьезные вещи. Это очень практические, понятные, серьезные вещи. Я лично в своей жизни сейчас знал нескольких людей, которые умерли, вот физически умерли от наркотиков. Мы знаем, что достаточно много, слава Господу, людей, бывших наркозависимых, спасается. И когда наступают непростые времена, враг знает их слабое место, враг знает их болевую точку. И вот я лично знал нескольких людей, которые были прекрасными служителями Божьими. Горели по Господу, любили Господа. И даже не было такого, что они вдруг, знаете, отошли и потом умерли. Они прям в церкви находясь. Прям вот во время того, как они там мучатся в библейской школе, как они служат Господу, как они не употребляют наркотики, вообще они не употребляют наркотики. Но приходит вот эта ситуация, враг бьет в болевую точку и убивает вообще через эту болевую точку. Поэтому что здесь важно знать? Важно хорошо знать свои слабые места. Хорошо знать свои слабые места и вот в этих местах просто абсолютную защиту иметь. Если это, опять же, допустим, алкоголь, то, ну вот, обходить магазин, то есть вот деструктивное состояние, вот идет на меня духовная атака, вот мне плохо, апатично. И я проследил это уже в своей жизни, допустим, я не про себя сейчас говорю, у меня другие вещи там были. Я проследил это, что если я сейчас зайду в магазин, просто зайду в магазин, если я сейчас, если я сейчас как бы типа зайду не за алкоголем в магазин, а просто зайду в магазин купить себе что-нибудь, я куплю алкоголь и я упаду. Если я сейчас просто начну смотреть какие-то картинки неправильные, потом переключусь на видео, все, я упаду. Поэтому вот в этих зонах слабых мест важно иметь максимальную степень защиты. Максимальную степень защиты. И, друзья, каждый из вас знает свою самую слабую зону. Вот именно в эту самую слабую зону враг и может бить. И будет бить в эту самую слабую зону. У меня, например, это было как? Вот, допустим, у меня никогда не было проблем с наркотиками. И бесполезно меня искушать наркотиками. Враг меня никогда не искушал наркотиками. Но до того, как прийти в церковь, я, например, употреблял алкоголь. Но я не был зависим от алкоголя. А зависим я был от порнографии конкретно. И вот, когда были непростые времена, враг пытался несколько раз меня затянуть в алкоголь, чтобы я просто выпил. Но это ему не удавалось. Потому что в этом не было моей большой слабой зоны. Не было большой зависимости в этой сфере. И поэтому от начала своего христианства я ни разу не употреблял алкоголь. Когда вот осознанно принял водное крещение, я никогда не употреблял алкоголь. Хотя несколько раз враг пытался приходить. В состояниях, когда мне вот плохо, апатично. Ну, может быть, хоть так себя порадуешь, расслабишься. Но нет. Но с порнографией я боролся несколько лет. С порнографией я боролся несколько лет. И у каждого есть определенная сфера, друзья, в которой важно прям вот основательно понимать, что ни ногой туда, просто ни ногой. Из чистоты своей святости Лечёшь меня к себе ты Из чистоты своей святости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова